Добрый день дорогие друзья, я приветствую вас на этом канале. Я рад, что вы присоединились к просмотру разбора субботней школы. То есть у нас уже как бы образовалась такая аудитория, которой нравится. Вот именно такой метод разбора. Я благодарен за все вопросы, которые вы пишете, за комментарии, отзывы, идеи, предложения. Делитесь ссылкой, подписывайтесь, я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал. Потому что именно из-за подписки будет приходить рассылка, можете писать комментарии и так далее. Понемногу мы приходим к финишу или к финалу в этом квартале. У нас уже подходят к концу эти уроки. И с нового года или в новом квартале у нас уже будет новое пособие Иисус в послании к римлянам. Ой, к евреям. Интересное пособие чем? Такие серьезные темы затрагаются. Я постараюсь в скорости выложить его в разных форматах на сайт свиток ИСО. Почему мы делаем в нескольких форматах? Формат док можно копировать, работать с ним и так далее. Формат PDF можно пересылать, открывается в любой операционной системе без проблем. А формат FB2 можно закачивать смартфон, планшет и так дальше. Потому что там регулируется шрифт, решается вопрос читабельности. И второй плюс, он очень мало весит. То есть для электронных девайсов это очень значимо. Поэтому заходите на сайт свиток и в скором будущем мы его попробуем туда залить. По этой причине на нашем сайте всегда пособие для субботней школы с комментариями мы выкладываем в трех форматах. Давайте подойдем поближе к нашему уроку и вообще к самому разбору. Мы задавали вопрос, как лучше это делать. Раздельно делать запись первого варианта или второго. Большинство из вас написало, что вам приемлемо два разбора вместе. На сайте свиток ИСО есть два варианта разбора урока. Поэтому туда заходите, печатайте конспекты, скачивайте. А сегодня хотелось бы рассмотреть, как бы с третьей стороны этот урок. То есть не так, как на сайте свиток ИСО. Мы немножко по-другому сегодня посмотрим. Поэтому фактически, если вы посмотрите сегодня разбор, зайдете на сайт свиток, два моих варианта, у вас, можно сказать, будет три варианта. Значит, интересное пособие сегодня или интересный урок. Это уже десятый. Название темы интересное – «Помни, не забудь». Я когда прочитал это название, меня оно затронуло, потому что само выражение такое интересное – «Помни, не забудь». «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего, на место сие вы противились Господу». Когда я смотрю на вот этот текст, он интересный в чем? То есть поднимается очень много таких интересных идей. И этот текст не говорит о том, что человек переживал с Богом на протяжении какого-то периода жизни. Нужно здесь подметить такую очень важную вещь, что человек на всем протяжении почему-то противился Богу. Почему об этом нужно помнить? Зачем смотреть на все эти шишки, шрамы и так далее? Фактически вот этот памятный стих, наша тема, наш урок сегодня зовет к тому, чтобы мы снова не наступали на те же грабли. Поэтому, когда я сказал, что у нас сегодня будет как бы третий вариант разбора, вы сейчас посмотрите схему, как это будет выглядеть третий вариант. Она внизу там будет у вас в ссылочке. Вот схема урока. Давайте немножко коснемся этой схемы. Помни, не забудь, это название самого урока. Первое слово в названии помни. Я бы хотел сразу, чтобы когда мы говорим о слове помни, мы разобрали в двух таких аспектах. По самому уроку, то есть в нашем уроке там три таких момента поднималось. Вопрос, когда был потоп. Потом от потопа или даже от сотворения до того момента, как Бог говорит через Моисея вот эти слова евреям. И вопрос наших личных опытов. Значит, три таких вещи, которые в уроке у нас поднималось. Поэтому мы посмотрим, что значит помнить по уроку. Потом мы посмотрим, что значит помнить по нашему памятному стиху. И тут же возникает вопрос, а зачем я должен помнить? Поэтому вот эти три момента по уроку мы посмотрим, зачем потоп вспоминать, зачем вспоминать евреев и зачем свой собственный опыт помнить. И потом посмотрим, зачем нам помнить, именно касаясь памятного стиха. И вторая часть нашего урока «Не забудь». Опять же, я бы хотел, чтобы мы рассмотрели в таком ключе, по уроку. Зачем нам нельзя забывать вопрос потопа, вопрос путешествия евреев по пустыне и наши личные опыты. Вот когда мы слышим это предложение или призыв Божий «Помни, не забудь». Если я проявляю послушание, что будет? То есть фактически вот это название урока ставит перед нами выбор. И у нас их только два. Или у меня продолжается амнезия, я полностью все забываю. Или я помню. Поэтому схему вы можете переписать, там внизу зайдете и в ссылочке перепишите себе. Когда мы читаем Библию, в Библии встречаются два противоположных по значению глагола. Помнить и забыть. Когда я помню, это означает, что я не забываю. А если говорим «забыть», то это значит, что я ничего не помню. Поэтому Бог сегодня велит народу помнить, что он для него сделал. Помнить его милость, доброту. Мы, христиане, как в отдельности, так и церковь, склонны почему-то все это забывать. Забывать, что Бог для нас сделал. Поэтому сегодняшняя тема «Призыв. Помнить, не забыть» он очень актуален и для нас. В этом уроке мы увидим, как этот принцип «Помнить, не забывать» в нашей жизни представлен не только в книге «Второзаконие». Потому что вся Библия за это затрагует. И эта тема влияет на духовность. И иногда это очень сильно влияет не только на вопрос духовности нашей жизни сейчас, но и в вопросе вечности. Сегодня во многих странах члены церкви живут в достатке. И это тоже влияет на духовность очень сильно. И мы замечаем, чем больше сегодня люди имеют, тем более они самодостаточны, они все менее склонны полагаться на Бога. Я понимаю, что в богатстве, процветании или может быть даже в достатке нет ничего плохого. Но когда они сопряжены со множеством вот этих духовных ловушек, когда мы забываем, это начинается проблема. И вот первая мысль по нашей теме. Вот о чем Бог хочет, чтобы люди всегда помнили? Вот самое первое слово в названии темы. Когда я смотрю пособие, пособие зовет или первое, что надо помнить, это вопрос потопа. Давайте прочитаем интересный отрывок, это Бытие, 9 глава, с 8 по 17 стих. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, и со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, и со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли. И сказал Бог, вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами вроды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и вами, между всякой душой живой, которая с вами вроды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением между мною и между землей, и будет. Когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. «И я вспомню завет мой, который между мной и между вами, между всякой душой живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение Завета, которое я поставил между Мною и между всякой плотью, которая на земле. То есть, когда я смотрю на вот это слово «помни», о чем я должен помнить? Когда я смотрю на этот отрывок, этот отрывок говорит, первое, я должен помнить, что был потоп. Причем, почему он был? Потому что люди развратились до предела. Второе, что Бог сохранил животных и человечество в ограниченном количестве. И после потопа заключил с людьми завет, что он больше не будет уничтожать землю водой. И вот, чтобы люди об этом не забывали, он творит вот это оптическое чудо – радугу. Когда мы смотрим дальше, о чем еще нужно помнить и что Бог напоминал евреям во время путешествия по пустыне? Давайте несколько текстов посмотрим. Это четвертая глава Второзакония с 32 по 39 стих. Моисей говорит, «Ибо спросил времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, то есть еще с Едема, до того дня, в который от края небес до края неба, было ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное всему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящий из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа, казнями, знамениями, чудесами, и войной, и рукой крепкой, и мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими? С неба тебе дано было видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя Сам великой силой своей из Египта. Чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя, и вести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И так знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. То есть Бог взял период от творения до того момента, как Он разговаривал с евреями. О чем надо было помнить? Первое. Это опыты личного знакомства с Богом. То есть во время этого происходили разные звуковые эффекты. Огонь, звук, землетрясение. Он говорит, помните об опыте спасения из рабства. Причем помните об опытах, весьма продолжительные по времени. И с отцами, и с вами. Дальше говорит, помните, как я вел вас по пустыне. И вот когда мы понимаем то, что Бог не только в конкретной точке пространства, а везде, и на земле, и на небе, это очень много дает для понимания и отношения с Богом. Что дает нам личные опыты, когда мы о них помним? Давайте вернемся к первой главе второзакония и прочитаем только два стиха. Это 30-31 стих. «Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек, сына своего, на всем пути, который вы проходили, до пришествия вашего на сие место». То есть, когда мы помним личные опыты, это еще больше укрепляет доверие Богу. Мы разрешаем Богу вмешиваться в нашу жизнь. Бог становится не просто личным для нас, мы строим отношения, как с любящим Отцом. То есть, мы рассмотрели мысли, которые напрямую затрагивались в нашем уроке. То есть, в этом пособии, которое мы имеем, вот эти мысли, в принципе, были. Вопрос потопа, евреев и личные опыты. А теперь давайте посмотрим на наш основной стих или памятный. Давайте его еще раз прочитаем и посмотрим, к чему или о чем Бог просит, чтобы я помнил. Еще раз читаю. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились к Господу». Когда я смотрю внимательно на этот текст, я смотрю единственную вещь, которую Бог хочет снова и снова как бы достучаться до нас. Он говорит, сколько раз, вот вы, говорит, наступали на грабли. И вот если я помню, я буду как-то беречься. И тут же возникает сразу справедливый вопрос. Зачем Бог просит, чтобы я все это помнил? Вообще, возвращаемся к началу. Зачем я должен помнить историю с потопом? А вот здесь есть очень интересный текст. Это последняя глава, которую записал апостол Петр в своем послании. 2 Петра, 3 глава, с 3 по 7 стих. Интересный отрывок. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале, словом Божьим, небеса и земля составлены из воды водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Что мы видим? Почему я должен помнить о потопе? Тогда люди будут жить, как считают нужным, если они об этом забывают. Апостол Петр говорит, они станут наглыми ругателями. И самое страшное, что после этого они будут искать любые аргументы, чтобы отвергнуть истину. Зачем я должен помнить о том, что было оттворение до того момента, как Бог привел евреев к границам Палестины? Когда мы читаем Второзаконие, 32 глава, с 32 по 39 стих, мы уже читали, не будем его читать. Запишите себе просто эту ссылочку. Три вещи, которые показывают, что мне это сделает. Первое. Когда я об этом помню, у меня не будет склероза. Я не буду забывать Бога. И самое важное, когда я помню, я перестану полагаться на себя. Давайте вернемся к нам лично. Зачем я должен помнить свои опыты с Богом? Я бы хотел прочитать о Второзаконии, 8 глава, с 10 по 20 стих. Интересные слова, очень серьезные. Бог говорит, и когда ты будешь есть и насыщаться, это когда они войдут в Палестину, тогда благословляй Господа Бога Твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога Твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь житник, и когда будет у тебя много крупного мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце Твое, и не забыл Ты Господа Бога Твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который привел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, и питал тебя в пустыне манной, которые не знали отцы Твои, дабы смирить тебя, испытать Тебя, чтобы впоследствии сделать Тебе добро, и чтобы Ты не сказал сердце Твоем «Моя сила» и крепость руки Моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога Твоего, ибо Он дает Тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он склятываю твердил Отцам Твоим. «Если же ты забудешь Господа Бога Твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаетесь глаза Господа Бога вашего». Когда читаете отрывки, почему я должен помнить? Вот здесь очень интересные вещи начинаются. Дело в том, что если я перестаю помнить, вернее, если я начну помнить или буду помнить, я не буду никогда останавливаться в опытах с Богом. Вот здесь как раз проблема с ладикией. Они помнили о прошлом, они помнят, как Бог их вывел оттуда, и они в этих опытах остановились. Это проблема сегодня в большинстве протестантских церквей. То есть какой-то реформатор начал движение, умер лидер, и все. То есть Бог хочет, чтобы мы не останавливались в опытах с Богом. Второе, чтобы я постоянно был благодарен Богу. И чтобы моя зависимость от Бога не уходила с наших опытов. То есть я не становился самодостаточным. Давайте снова вернемся к нашему памятному стиху. И вот когда я смотрю на наш памятный стих, и снова хочется задать по этому стиху вопрос. Зачем я должен помнить? И вот когда я смотрю внимательно на этот памятный стих, дело в том, что это не просто 40 лет в пустыне. Вы представьте, это более 4,5 тысяч дней опытов с Богом. То есть каждый день питает, ведет, воду дает. Второй момент, что внимательно посмотрите на памятный стих, что наша внутренняя сущность противимся Богу. Не в одном, так в другом. И фактически, когда я смотрю на этот памятный стих, вот этими словами Бог говорит в конце концов, ну пора же одуматься. В нашей схеме урока второе есть выражение в названии. Не забудь. У меня сразу возникает вопрос. А если забуду? Давайте снова посмотрим на вот эти три идеи, которые в нашем уроке поднимаются. Допустим, что будет, если я забуду историю с потопом? Мы вместе с вами прочитали 2 Петра 3 глава с 3 по 7 стих. Я не буду его читать, мы его уже читали. И вот что произойдет, если я это забываю? Первое. Тогда люди будут жить так, как считают это нужным. Второе. Начинается страшнее. Люди становятся наглыми ругателями. Ну так Петр прямо пишет. Третье. Они будут искать аргументы, как отвергать истину, то или другое предостережение. И самое страшное. Человек не будет готов потом и к огню. Как жители до потопа 120 лет слышали эту проповедь, но в ковчег так и не зашли. Когда мы читали второзаконие, 8 глава с 10 по 20 стих, мы читали этот отрывок, я его не буду прочитывать. То есть берется история от творения до как Бог разговаривал с евреями. Что произойдет, если я забуду эту историю? Фактически этот отрывок говорит, если я забуду, я так и останусь противником Бога и погибну. Давайте вернемся снова к основному стиху. Зачем я все это должен помнить? Я думаю, этот стих мы хорошо запомним к концу урока. Я его прочитаю. Еще раз, чтобы для нас оно хорошо запомнилось. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, до самого прихода вашего на место сия, вы противились Господу. Обратите внимание, в этом тексте речь идет о мне лично. То есть речь идет о личном Боге, и я как к нему отношусь. Третья, самая страшная вещь, речь идет о постоянстве. Постоянно противлюсь, противлюсь и противлюсь. Давайте снова вернемся к нашей схеме урока. Вопрос, а что произойдет, если я все-таки услышав этот призыв, послушаюсь? Я бы хотел несколько текстов прочитать. 39 Псалом, со 2 по 4 стих. Интересные слова псалмопевец говорит. Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песень, хвалу Богу нашему, увидят ноги и убоятся, будут уповать на Господа. Похожая идея есть в Новом Завете. Это послание Титу, 3 глава, с 3 по 7 стих. Он как бы повторяет эту идею и говорит, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудши, были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие, Спасителя нашего Бога, Он спас нас, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения, обновления Святым Духом, который злил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавши Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот эти два отрывка говорят, первое, я буду хорошо ценить все, что сделал Бог, не только в прошлом, но и вчера, и даже сегодня. А что еще может быть, если я продолжаю прислушиваться к вот этому призыву, то есть помню? 41 Псалом, 9 стих. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. То есть вот этот текст говорит о том, что второе, что происходит, я надеюсь на него каждый день. А что еще может сделать для меня послушание призыву Бога помнить? Я бы хотел вспомнить вместе с вами одну интересную историю. Это во время нашествия ассирийцев. Это 4 царство, 18 глава. Эта история записана с 19 по 22 стих. Ну вообще, всю эту главу дома можете прочитать. И там есть интересный отрывок. И сказал им Рапсак, это военачальник был ассирийского войска, скажите, езеки, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны советы сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость нагломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высотые жертвенники отменил езеки, и сказал Иуде Иерусалиму, перед всем только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме. То есть, когда я читаю этот отрывок, обстановка ни о чем не говорила. Фактически, когда они помнили прошлое, это сохранило их вот в этой ситуации от автономности. Они, невзирая на обстоятельства, продолжали доверять Богу. И вот когда я теперь смотрю на название нашего урока, и когда урок говорит «Помни, не забудь», то фактически в этой фразе я вижу только одну вещь. Бог сегодня этими словами дает нам выбор. И когда я смотрю на этот выбор, у меня только два варианта. Если я выбираю амнезию, то есть забвение, что произойдет при этом? Вы можете себе записать. Мы читали этот отрывок. Второзаконие, 8 глава, с 19 по 20 стих. Там такие слова. «Если ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, будешь служить им, поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как и те народы, которых Господь истребил от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете глаза Господа Бога нашего». Очень интересный отрывок. И вот здесь Моисей как бы поднимает вот этот весь механизм, что произойдет, если я забываю. Первое. Я становлюсь глухим к голосу Бога. Это приводит к следующему шагу. Я от него ухожу. И если я ушел от Бога, я теперь ищу замену Бога, какой-то суррогат. И теперь, если я создал каких-то башков для себя, я теперь им начинаю поклоняться. И заканчивается это гибелью. Давайте посмотрим с другой стороны. А если я принял этот совет и выбираю помнить, что произойдет при этом? Мы читали этот отрывок в Второзаконии, 8 глава. Я бы хотел еще раз к нему вернуться, потому что это очень важный отрывок. Это со 2 по 10 стих. Моисей снова и снова говорит, помни весь путь, который вел тебя Бог по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, испытать тебя. То есть Бог вел. Он говорит, пожалуйста, ну вспомни эти вещи. И вот когда я смотрю внимательно теперь на этот отрывок, что мне дает, если я помню? Смотрите, интересные вещи. Первое. Я не забываю отношений с Богом. То есть у меня они остаются в памяти. Каждый опыт с Богом, это всегда рассматривают только в разрезе отношений с Ним. Во всем я вижу руку Бога. Пример. Вспомните Иосифа. Его продают родные братья в рабство. А он говорит, это меня Бог послал. Следующее, к чему я прихожу. У меня постоянное чувство довольства. Апостол Павел Филиппийцам 4.12 говорит, мне не важно, в каком состоянии я нахожусь. Я научился, говорит, и в скудости, и в изобилии жить. То есть он доволен. И дальше еще интересная вещь произойдет в нашей жизни. Это 1-го к Фессалоникийцам 5.18. Я буду постоянно благодарен Богу. Вспомните Иова первые две главы. Что бы ни происходило, он благодарен Богу. Он не знает почему, но он благодарен. Я прочитал в комментарии интересный такой пример, что у въезда в Аушвиц это концлагерь. Была расположена мемориальная доска с цитатой философа Сантьяны, который взывает к памяти каждого, кто входит в это место. И там написано, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь. Поэтому вслед за уроком покаяния идет урок о важности помнить прошлое. Помните, мы в прошлом уроке говорили, что надо обернуться, возвратиться, покаяться. То есть мы должны понять, почему нам нужно помнить. Вообще, что нужно помнить, как нужно помнить, чтобы совершить вот это настоящее покаяние. Это то, как я увидел этот урок, как бы третий вариант. Два остальных на сайте свиток. Схема – это третий вариант, а там внизу у вас, вы потом прочитаете. А теперь давайте возьмем наше пособие и быстренько пробежимся, посмотрим, что ответит на те вопросы, которые нам задаются. Значит, воскресенье. У нас тема «Дня помня радугу». Нам давалось задание прочитать девятую главу Бытие с 8 по 17. Мы его читали, мы не будем повторяться. И вот здесь вопрос. Как здесь выражена идея помнить? Когда я смотрю, как для Бога, так и для человека, это радуга. То есть сама радуга, вот по этому отрывку, это как символ завета между Богом и человечеством. А дальше интересный вопрос. Что лично вам помогает не забывать то, что Бог сделал для вас? Ну, если вот так в общем посмотреть, то это опыты, которые я пережил с Богом. Конечно, если я и не забыл их. И вот когда я смотрю теперь на вот этот отрывок, ну, к радуге мы привыкли. То есть она, вот радуга, она для нас, может быть, уже не имеет такого значения, как в свое время для Ноя и его семьи. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите радугу, поразмышляйте о Божьих обетованиях. И стоит вопрос. А как мы можем научиться доверять всем его обетованиям? Я бы хотел вот этот вопрос перенаправить в класс субботней школы. Вот там вы можете немножко поразмышлять. Вот как вы видите. Потому что опыты у каждого разные. Понедельник. Тема дня о временах прежних. У нас приводился второзаконие 4 глава с 32 по 39 стих. Мы его читали, мы не будем повторяться. И вот стоит вопрос. Перечислите, что в этом отрывке Господь повелел им помнить. Ну, я смотрю. Первый, 32 стих. Это Творца. То есть это вопрос субботы. Это 4 заповедь. 33 стих. Это голос Господа, который постоянно к нам говорит. 34 стих. Дела Бога, которые Он лично для человека делает. 35 стих. Это то, что человек может видеть, понимать реальные проявления. Я смотрю, как на эту тему интересно Иоанн в своем послании говорит. То, что мы видели, то, что осизали. Это очень важные вещи. 36 стих. Что по учению непосредственно исходили от Бога. То есть Бог был учителем, законодателем. 37 стих. Они должны видеть любовь Бога, которая была проявлена на деле. Не только в прошлом, даже с ними лично. 38 стих. Как Бог непосредственно вмешивался, защищал их. 39 стих. Самый важный, интересный такой момент, что Бог является Богом всего. Как на небе, так и в наших земных обстоятельствах, в нашей личной жизни. И еще один вопрос. Как вы считаете, почему было бы так важно, чтобы они помнили об этом? Ну, здесь простой ответ. То есть, если люди об этом помнят, они никогда от Бога не уйдут. Они будут ему верны, послушны и так дальше. Дальше приводился текст в Тарзаконе 4.40. Мы его не читали. Давайте прочитаем вместе. Бог говорит. И храни постановление Его, и заповеди Его, которые заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда. И стоит вопрос. Какой же вывод должен был сделать народ, помня все, что Бог совершил для него? Ну, по большому счету, когда я смотрю на этот текст, на этот вопрос, то есть это со стороны человека как бы ответное чувство благодарности, выраженной в послушании и укреплению отношений с Богом. Следующий вопрос. Как этот пример представляет замысел спасения, представленный в Новом Завете? И что Иисус сделал для нас, и как мы должны откликнуться на то, что Он сделал для нас? И нас просят прочесть Откровение 14.12. Там такие слова. Здесь терпение святых, то есть Бог пальцем показывает на таких верующих, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вообще в оригинале веру Иисуса в У. Это всенодальная небольшая ошибочка. Она смысл очень большой меняет. То есть, когда я смотрю на этот текст, на эти два вопроса. Смотрите, что происходит. Во-первых, Иисус делает нас святыми. Не мы. Это Он делает, если мы Ему это разрешим. Второе. Он наделяет нас верой. Такой верой, которая была у Него лично. И если мы ее взращиваем, это перерастает в полное доверие Ему. Причем всегда и во всем. И тогда, обратите внимание, и только тогда, когда мы спасены, когда у нас есть доверительное отношение с Богом, мы становимся святыми. То есть, отделенными для вечности. Это тема за понедельник. Вторник. Берегись, чтобы тебе не забыть. Второзаконие, 4 глава, 9 и 23 стих. Ну, мы читали, наверное, не будем здесь обращать внимание или прочитывать снова эти тексты. Вопрос стоит. Что здесь Господь велит израильскому народу делать и почему эти наставления так важны для Него? Когда я смотрю на этот отрывок, во-первых, это помнит или помогает помнить весь процесс, как люди заключали с Богом завет. И когда люди это помнят, это поможет не нарушать этот завет, не уйти от Бога, не изменять Ему. Просят прочесть 4 главу второзакония, 9 стих еще раз прочитать. Давайте прочитаем. Это наш текст интересный. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». И здесь просят. Обратите внимание на последнюю часть этого стиха, где говорится о том, как научить делам Его своих детей и внуков. Как вы полагаете, почему Бог наказал израильтянам или попросил рассказывать детям о чудных делах Господа в их жизни? То есть это идет как бы передача наших убеждений по наследству. Дело в том, что в процессе воспитания детей укрепляются и наши отношения с Богом. Мы вспоминаем прошлые опыты, укрепляемся в вере сейчас и даем какие-то ЦУ нашим детям. И когда это начинает продолжаться уже в третьем поколении, то есть это уже как бы задел на будущее. Дальше следующий вопрос. Поразмышляйте о практических выводах из этих слов для вас и вашей семьи. Но это задание для класса. Можете в классе как раз или дома у себя поговорить об этом деле. То есть можно сделать в субботу как бы небольшой такой опрос опытов. Среда Тема дня Будете есть и насыщаться Интересное название темы Приводится в второзаконие 8 глава с 7 по 8 стих. Мы читали этот отрывок, мы его не будем повторять. И вот здесь задается вопрос Какое предостережение Господь дает здесь своему народу? Чтобы люди не забыли все, что сделал Бог. Ну так говорит нам 11 стих. 14 стих Чтобы люди не надмились Ну, другие переводы говорят не возгордились в своем сердце. 17 стих Чтобы люди не приписали сделанное Богом для них самим себе. Как вы полагаете, всегда ли улучшение благосостояния способствует отдалению от Бога? Знаете, когда я размышлял над вот этим вопросом, интересно, что именно в большинстве случаев сатана на этом очень сильно выигрывает. Обратите на это внимание. То есть, чем лучше человек начинает жить, тем быстрее человек может переходить в автономность от Бога или вообще его покидать. И вот задается вопрос, что можно порекомендовать человеку, чтобы не потерять связь с Господом и не забыть его, когда улучшается материальное состояние. Конечно, можно снова перенаправить это в класс субботней школы. Я бы подсказал несколько вариантов. Значит, вопрос десятины. Это в первую очередь. То есть, именно вопрос десятины показывает нашу зависимость от Бога. И второй момент, который тоже может нам помочь в этом вопросе, это вопрос меценатства к бедным. То есть, я сегодня богат, а завтра ситуация может поменяться. Поэтому я становлюсь или отношусь к другим людям именно так. Интересно, дальше, когда мы читаем этот отрывок или заканчиваем читать за среду, тут такие вопросы. Мы, люди из плоти и крови, однажды возвратимся в прах. Мы не сможем ничего взять с собой в могилу, каким бы уровнем благосостояния не обладали. И вот как этот факт может помочь нам избежать опасностей, исходящим из богатства? Знаете, я когда размышлял над этим вопросом, мне очень понравился интересный перевод месседжи Библии. Это отрывок Луки 12-34. Интересный отрывок. И вот этот перевод говорит, ну это как говорят или перевод, или парафраз, или пересказ, но вот этот текст интересный. Внимательно вдумайтесь. Христос говорит, место, где находится ваше сокровище, это место, где больше всего вы будете хотеть находиться, и где вы закончите свою жизнь. Понимаете, нужно очень четко знать, что находится в фокусе нашей жизни, потому что там все сосредоточено, мысли, разум, цель, и закончу свою жизнь там. Четверг. помни, что ты был рабом. Это нам предлагается несколько текстов, тут очень много, они короткие, я бы хотел их зачитать, чтобы мы потом начали отвечать на эти вопросы. Значит, первый текст, который нам давалось, старозаконие 5.15, это второй вариант, четвертой заповеди. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. 6.12, второзаконие. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства. 15.15, помни, что и ты был рабом земли египетской, избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сегодня. 16.15, глава 3 и 12 стих. Не ешь не квасное, семь не ешь не опресно, кихли бы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия твоего земли египетской во все дни жизни твоей. Помни, что ты был рабом в Египте, соблюдай и исполняй постановление сии. И в 24 главе еще два стиха, это 18 и 22. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я повелеваю тебе делать сие. И помни, что ты был рабом земли египетской, поэтому я повелеваю тебе делать сие. Почти как под копирку написаны эти два текста. И вопрос, какой еще важный фактор прошлой жизни израильтян Господь повелел никогда не забывать, что они были рабами. То есть как вот эта память должна помочь сохранить духовное здоровье народа. Когда я смотрю на все эти отрывки, во-первых, вот это понимание приводит сразу к соблюдению субботы, это приводит к лучшим отношениям с Богом. Почему? Он нас спас, вывел, продолжает заботиться. Это приводит к ответному чувству благодарности и послушанию. Дальше задание прочитать Ефесянам 2 глава с 11 по 13 стих. Мы этот текст не читали, давайте прочтем. 2 глава с 11 по 13. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые, обрезаны плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. И вот дается задание, что велено помнить верующим из язычников. Первое, смотрю, то, что Бог просит, чтобы они не забывали о своей прошлой жизни, то есть кем они были. Второе, что Бог для них сделал. И третье, какую перспективу Бог подарил. Смотрите, надежда, обетование, родство с Богом. И в свете всего прочитанного попытайтесь сформулировать правила для себя. первое правило. Мне следует никогда не забывать. Что? Давайте подумаем. Вот так вместе. Можете это себе записать. У вас в уроке, кстати, есть пробелы. И там можно это все записать. Для себя выработать формулу. Вот что вы должны не забывать. И второй вопрос. Что вы и ваша церковь можете сделать, чтобы никогда не забывать, что Бог повелел вам. То есть вы сначала пишете что не забыть, а второе задание что для этого сделать, чтобы вот это выполнить. Поэтому я бы хотел это все перенаправить лично каждому из вас, а потом в классе попробовать это дело письменно оформить. Интересный урок, который нам предлагался сегодня. Очень интересный. где Бог зовет помнить и не забывать. Вот это сам фактически крик Бога помни. За ним всегда следует употребление в отрицательной форме не забывай. То есть это напоминает о том, что мы такие упрямые, мы проявляем вот это греховное упрямство. То есть если бы они были настолько неразумны, что забыли, что Бог спас из Египта, настолько неразумны, что Бог дал им обетованную землю из-за слуха и праведности, то они страдали бы от очень тяжелой формы амнезии. Поэтому Бог дважды призывает помнить, чтобы они точно не забыли. Вот эта настойчивость, она придает вес последующему гневу и суду Божьему с того дня, когда они вышли с Египта. Интересный урок. Очень много вызовов делает к нам лично. И пусть Бог поможет, чтобы мы сами поняли эту идею. Дома читай этот урок, еще лучше разобрали его для себя. И когда вы пойдете в класс субботней школы, или будете там что-то говорить, или будете слушать, чтобы внесли эту лепту, своего опыта, как вы к этому пришли, как вы это послушали призыв Бога, что вы помните, вы не забываете, учите этому других. Я благодарен, что вы были с нами. Переписывайте конспект первого варианта. До следующей встречи. До свидания. Продолжение следует...